Так, друзья, предлагаю начать с темой сегодняшнего вебинара. Это новинки Ялинка, новинки продуктовой линейки Ялинк. Я хочу сказать, что Ялинк не стоит на месте. Как вы уже успели заметить, Ялинк с некой периодичностью обновляет свою линейку, идет много со временем. И вот в этом году, этот год не стал исключением, у Ялинка появилось множество новых, на мой взгляд, очень интересных продуктов, которые помогут, скажем так, пользователям охватить еще более большой круг возможностей наших телефонов, большего использования. Вначале хотел бы сказать несколько новостей. К сожалению, слайдиков у меня про них нет, но новости действительно интересные. В первую очередь Ялинк вышел на IPO. IPO это биржа, собственно, теперь акции Ялинка торгуются на китайской бирже. Для нас это, для нас, как для пользователей, есть в этом огромные плюсы. В Ялинках появятся больше инвестиций, которые они смогут вкладывать в развитие, в дальнейшее развитие как продуктовой линейки, так и увеличение качества уже имеющихся линеек. Следующая хорошая новость Ялинка твердой позиции по продажам на российском рынке, по данным многих агентств. Мы занимаемся сейчас лидирующей позицией на первом месте по продажам на рынке России и СНГ. Хотелось бы сказать в этом спасибо нашим пользователям за доверие к нашему продукту, спасибо всем нашим партнерам, что помогали нам достигать этих вершин, но я надеюсь, это не пределы. Мы, по крайней мере, со своей стороны будем стараться работать более усердно и более качественно. И так, собственно, о чем сегодня поговорим. Ялинка обновилась четвертая линейка, надеюсь, многим она известна, линейка 4G. Расскажу, покажу, что нового произошло. Обновилась также модель линейка вторая, конкретно одна модель появилась новая на рынке. Вместо предыдущей появилась, наконец-то, долгожданная всеми, по крайней мере, мной точно, это новая пятая линейка, линейка на программном обеспечении на андроиде. И расскажу вам о еще одной, не более замечательной новости по телефону D40P. Итак, в этом году ялинк обновил четвертую линейку. Телефоны четвертой линейки с индексом G будут сняты из производства. Но вместо них уже вышла, уже готова новая линейка 4S. Фактически дизайн, можно сказать, не изменился. Дизайн остался тем же. Появились новые возможности. Сейчас я о них расскажу чуть дальше, поподробнее. Важный момент. Цена совершенно не изменилась. То есть цена на линейку S осталась такой же, как и была на линейку T4G. Собственно, что появилось нового? Ялинк всегда ставит на первое место качество своих телефонных аппаратов. И с каждым годом ялинк старается это качество улучшать. В этот раз исключений не было. Ялинк в очередной раз улучшил качество звука. Что этому повлияло? Новый дизайн трубки. Новые производители микрофонов и динамиков. Появилась поддержка Odeco Opus. Достаточно популярный сейчас. Ялинк теперь его поддерживает тоже в новой линейке. В моделях T41S и T42S появился USB порт. Кроме этого, у USB порта и в этих моделях, и в моделях более старших, T46S и T48S, появился новый функционал для USB порта. В частности, теперь можно подключать USB гарнитуру к телефону. Список протестированных гарнитур достаточно велик, но я не думаю, что сейчас найдется гарнитура, которая не будет поддерживать этот телефон. Есть возможность подключать Bluetooth гарнитуры либо через USB порт напрямую, либо используя Bluetooth Dangle. Также эти телефоны T41S и T42S поддерживают Wi-Fi модуль, который также есть в наличии тем, кому нужен и важен Wi-Fi в офисе. И появилась возможность локальных записей разговоров на USB-носитель. Ваш момент, можете задавать все ваши вопросы в чате. Сегодня я один, к сожалению, без технической поддержки, так скажем, но на все технические вопросы могут ответить мои коллеги. Они сейчас присутствуют в чате, поэтому, конечно, можете задавать любые вопросы. Дмитрий уже пришел мне на помощь в чате. Итак, продолжим. Новые возможности для USB. И немаловажно, Ялинк стал использовать новые процессоры, новые производители, более современные, улучшенные, что позволило улучшить быстродействие самих телефонов. Оно и так было хорошим. Теперь это еще быстрее. В чем это может отражаться? Это быстрая работа в веб-интерфейсе, например. Это быстрая работа самого интерфейса телефона. То есть нет никаких зависаний. Все мы уже привыкли работать, например. Говоря, например, про 48-й телефон, у него интерфейс самого телефона достаточно современный, с тачскрином, и все мы привыкли работать с мобильными, и нам жутко не нравится, когда начинает что-то тормозить на дешевых мобильных телефонах. Вот Ялинк этого избегает, и все это работает действительно очень быстро. Это что касается четвертой линейки S. Могу сказать, что первые модели появятся в России, будут доступны в продаже уже в мае. Это будут старшие линейки в первую очередь. Новые телефоны R41 и R42 S ориентировочно будут доступны в первой половине июля. Кроме того, в этом году Ялинк вывел на рынок новую модель. Это телефон T27G. Кроме того, что эта модель обновленная, она пришла на смену телефона T27B. Уявились новые возможности. В первую очередь, конечно, это гигабидные порты. Потому что наш мир не стоит на месте. Технологии развиваются. И мы даже на себе ощущаем все больше и больше потребностей, больше запросов в непосредственно гигабидных портах. Собственно, теперь у нас есть модель телефона, которую очень часто используют, например, секретари, либо ставят руководителем на стол. К этому телефону можно подключить дополнительное многое расширение, так же, как и в телефоне 27B. И вот телефон 27B сейчас снят с производства. Он более недоступен для заказа. У нас что-то осталось на складах последнее. И вместо них на рынок пришла эта новая модель T27G. Кроме габидных портов, появился USB-порт. Могу сказать, что USB-порт обладает всеми теми же возможностями, что и этот порт на линейке 4S. И, соответственно, все новые телефоны, которые будут выходить, которые уже вышли, будут выходить в этом году, обладают поддержкой нового кодека Ocus. Еще одна приятная новость для наших пользователей и наших партнеров. Цена на телефон T27G снизилась. Снизилась она, на мой взгляд, прилично. И теперь этот телефон, мы надеемся, станет более доступным для более широкого круга пользователей. Теперь больше пользователей смогут оценить все преимущества, все возможности этого телефонного аппарата. А их действительно очень и очень много. Ну и, наверное, основная часть моего рассказа – это новая линейка «Пятая». Не успела эта линейка выйти на массовый рынок. Так как эта линейка телефонов удостоилась уже первой премии. Первой премией у журнала «Интернет-телефонии». Это, на самом деле, достаточно известно. И это агентство имеет очень высокие репутации в Европе, в частности. Эта линейка телефонов получила премию «Юнифайл коммуникационер» как лучший продукт года 2017. Ну, я думаю, премия достойна, потому что, действительно, многие этого ждали. И телефон, на наш взгляд, получился… Вся линейка телефонов получилась очень интересная и многофункциональная. Но теперь поподробнее поговорим, собственно, что появилось. Появилось сейчас три модели телефона. Это телефон СИП-Т58В, моделька Т58А и младшая, самая младшая модель Т56А. Вы можете видеть ориентировочную розничную цену на эту линейку. Она может незначительно измениться, потому что телефоны сейчас… Эти телефоны пока еще недоступны в продаже. Мы ждем выступления на склад примерно в середине мая, может быть, ближе к концу мая. Первых телефонов это будет Т58В. Кроме, собственно, самой новой линейки, самих телефонов, появились новые аксессуары. Это USB-камера для подключения к телефону 58В58А. И появился модуль расширения EXP50, модуль расширения с цветным экраном, который работает с этой новой линейкой, с пятой линейкой. Хочу сказать, обратите особое внимание, наверное, что до сих пор у нас не было в линейке продуктов телефона с поддержкой видео, связи и одновременно с поддержкой модуль расширения. Теперь и это мы можем предложить. Собственно, поподробнее о телефонах. На слайде вы видите основные характеристики. Телефон Т58В это старшая модель линейки пятой. Собственно, из важного, ну, наверное, нет смысла вам все считать, что здесь написано. Пару важных моментов отмечу. Телефон Т58В идет в комплекте сразу с камерой, с видеокамерой. Из важного эти телефоны, если сравнивать, ну, может быть, многие из вас уже видели, знают и знакомы с телефоном Т49G. Собственно, функционал достаточно схож, и к нашей радости этот телефон теперь поддерживает, имеет на борту уже поддержку Wi-Fi и Bluetooth. Например, четвертой линейки. Четвертой линейки, чтобы использовать Wi-Fi сети, нужно подключать дополнительный специальный дангл, который везде подставляется. Пятой линейки, никаких данглов не нужно, они уже имеют на борту эту поддержку и Wi-Fi, и Bluetooth. Ну, с Wi-Fi, наверное, все понятно, для чего он нужен. Для чего, собственно, нужен Bluetooth. По Bluetooth вы можете подключить, например, Bluetooth-гарнитуры различных производителей, протестировано очень много различных образцов, как вот известных лидеров, там, Jabra, Bantronics, так и многих других. И, кроме того, по Bluetooth можно подключить мобильный телефон для синхронизации контактов и возможности вызова через мобильное устройство. Телефон имеет два USB-порта. Один из них USB-3.0, используется для подключения камеры, соответственно. И второй порт используется либо для подключения USB-носителей для осуществления записи разговоров, либо для подключения USB-гарнитур. И важный момент. В пятой линейке дополнительные модули расширения XP50 подключается по порту USB. То есть раньше это был порт RJ9, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Вот сейчас, сейчас включается через USB. Поддерживает достаточно много СИП-аккаунтов, 16. Важный момент. Телефон может на себе собирать трехсторонние видеоконференции сам, без помощи каких-то сторонних сервисов и сторонних приложений. Кроме трехсторонней видеоконференции можно собрать конференции с пяти участников, двух из которых будут по АУЗО. Следующая линейка, следующая модель, это Т-58А. Фактически эта модель одинаковая с моделью Т-58В. Единственное различие, в комплекте не поставляется камера. То есть, при покупке этой модели вам, если вы захотите использовать видео, например, если вам нужно видео в работе, нужно будет дополнительно приобрести Wi-Fi камеру. Господи, Wi-Fi, видеокамеру, разумеется. Вопрос от Сергея. Гарнитуры поддерживаются как проводные, так и беспроводные. То есть, вы можете взять любую USB гарнитуру и подключить ее в этот телефон, и она будет работать. Беспроводные гарнитуры, соответственно, можете подключить через Windows, которые есть уже на порту этих телефонов. Итак, собственно, 58А модель такая же, как 58В. Отличие только в камере. Характеристики, собственно, все те же самые, что и у 58-го телефона. И самая младшая модель, это модель Т-56А. Все, как я уже говорил, все эти телефоны пятой линейки выставляются на программном обеспечении Android. Версия Android 5.1.1. Предвидя вопрос, я скажу, почему такая старая версия Android. Потому что самое важное, Ялинк, еще раз повторюсь, очень заботится о качестве своих продуктов. Ялинк выбрал самую стабильную версию Android. Они ее протестировали. И мы можем с уверенностью сказать, что на этой версии Android телефон работает стабильно. Поэтому такая, скажем так, не совсем свежая версия Android. Касательно этого телефона 56А, какое его основное отличие? Функционал очень сложный, на самом деле. Также поддерживается Wi-Fi, уже встроен Bluetooth. Основные отличия, это отличие в том, что 56-й телефон не поддерживает видео. То есть это обычный настольный, десктопный телефон, аудиотелефон, с операционной системой Android. Соответственно, у него только один USB-порт, потому что камеру уже подключить не получится. У него нет возможности собирать видеоконференции, только пятисторонняя аудиоконференция. И важный момент, у этого телефона экран не регулируется по наклону. То есть это 7-дюймовый экран с тачскрином. Если в предыдущей модели экран можно было олиминировать, я вернусь на предыдущий слайд, сам экран, почему, собственно, нужно его регулировать, разумеется, потому что у него есть камера. И чтобы правильно выбрать удобный угол обзора, мы должны регулировать положение камеры. И так как 56-й телефон камеру не поддерживает, собственно, в регулировке уже нет необходимости. И, соответственно, этот телефон младшей в этой линейке. Отсюда, собственно, и дешевле цена. Он, может, более доступен. Вот здесь на таблице видно все основные характеристики и основные отличия. Давайте еще раз пробежимся. Еще раз скажу, что все телефонные поставляются с операционной системой Android версии 5.1.1. У всех телефонов одинаковый экран. Это экран, 7-дюймовый экран с нудистачем. В 56-м телефоне нельзя регулировать угол наклона экрана. Ну и, собственно, 56-м не поддерживает камеру. Вот это основные характеристики, основные отличия одной модели от другой. Поподробнее о камере. Собственно, видеоизображение, поддержка видео в достаточном высоком качестве. 700-720p. Собственно, камера 2-мегапиксельная. Подходит телефон T58B и T58A. Обладает шторкой. Собственно, те, кто уже пользовался телефон T49G, те, кто увидел, камера очень похожа. Также есть шторка для, хочу сказать, для параноиков, но для тех, кто хочет быть уверен, что, собственно, за ним сейчас никто не посматривает. Шторка это физическая. При подключении не требуется никаких дополнительных установок, никаких драйверов. То есть, вы просто подключаете камеру, и она сразу начинает работать. Не требуется никаких перезагрузок телефона. Камера, действительно, дохватывается сразу. Очень удобный, кому взгляд. И пару слов о модуле расширения. Почему я это сказал, Игорь? Потому что телефоны, на самом деле, обладают очень высокой защищенностью. И, опять же, вы всегда видите, сможете видеть на экране. например, если у вас включена камера, вы сможете видеть на экране соответственно себя. И по факту E1 практически исключает возможность удаленного подглядывания за вами. И в том числе поэтому использована такая, не самая последняя версия Android. То есть, все это действительно протестированы. И мы можем заверить, дать максимальную гарантию, что невозможно никаких взломов. Части безопасности все действительно серьезно. Ну, вот и камера все-таки сделали вот эту дополнительную штоку, не нужно платки кидать и завешивать камеру. Итак, по модулю. Модуль, опять же, предвидим вопросов, у нас его пока нет. Мы ожидаем его получения и доступности к продаже его летом. Это будет июль или август. Возможно, чуть раньше, но примерно в такие сроки. Модуль расширения работает только с пятой линейкой. Как вы знаете, у нас каждой линейки наших продуктов есть свой дополнительный модуль расширения. Модуль стал цветным экраном. Соответственно, основные характеристики можете видеть на слайде. На нем 20 физических кнопок, но можно запрограммировать до 15 умножить на 3, до 54 значений, например, до больше 50 значений быстрого набора. Соответственно, между этими экранами можно пролистывать отдельные кнопки, пролистывать 3 экрана. модуль подключается к телефону, соответственно, у телефонов есть возможность регулировки положения, как вам удобнее работать. Модуль соответственно, обладает теми же возможностями. То есть, он подключается непосредственно к телефону, и вместе с телефона можно регулировать им на Auburn. какой собственно позиционером нет линейки эта линейка скажем так топовые на сегодняшний день топовые линейки телефонов ялинг они обладают можете видеть примерно схожий дизайн с четвертой линейкой дизайн по мнению ялинга по нашему мнению достаточно востребован он очень современный на взгляд почему это важно это важно в первую очередь для наших пользователей как еще еще один еще одно преимущество установки этих телефонов в том числе самых современных и дизайнерских офисов чем чем эта линейка лучше лучше она имеется лучше улучшена производительность улучшен доступ использованию и появилась поддержка скажем так в одной в одной линейке в одном дизайне теперь можем выбрать и телефоны с поддержкой видео поставить и если это видео не требуется обычные телефоны обычным сотрудникам может есть компании которые могут могут оставить такие телефоны собственно сейчас у нас появился скажем так телефон с поддержкой видео в среднем ценовом диапазоне топовый телефон с поддержкой видео все еще остается телефон T49G который T49G наверное больше позиционирование как для использования в видеоконференциях все таки там чуть получше качество изображения FullHD в 49 есть возможность подключения через HDMI вывод на большой телевизор вывод изображения ну вот новая линейка дополнила всю нашу линейку Ялинк закрыли свою нишу это такой средний телефон с поддержкой видео в чем же соответственно почему Android в чем его преимущество насколько вам известно стандартное программное запрещение разработано на Unix подобных системах почему же Android в первую очередь разумеется потому что Android позволяет дает больше возможности для кастомизации телефонов в том числе на телефоны Android 5 линейки можно устанавливать дополнительные приложения но я сразу оговорюсь на данный момент простой пользователь не может сам установить туда какие-либо приложения то есть там сейчас по умолчанию закрыт PlayMarket для чего это сделано? это сделано для того чтобы обычные пользователи не оставили себе там всяких камереберцев и не загрузили скажем так телефон и загрузили его мощности сторонними приложениями потому что в первую очередь этот телефон предназначен для звонков и этот телефон разумеется для бизнеса и основное его назначение это хорошее выполнение как аудио так и видеозвонков но если вам нужно установить дополнительные приложения это можно сделать это делает администратор через например автопровизион можно поставить дополнительное приложение в том числе от партнеров Ялинка, Братсофта, 3CX и т.д. Кроме того у Ялинка в планах сделать API открытым для возможности написания сторонними производителями производителями других решений каких-то своих приложений для более удобной работы непосредственно с телефона то есть мы сейчас все движемся в сторону объединенных коммуникаций Ялинк не исключение и в том числе мы надеемся в ближайшем будущем получить открытый API для новых возможностей для новых объединений Расскажу вам о основных преимуществах которые мы выделили основных восьми ключевых преимуществ этого телефона это линейки в первую очередь конечно дизайн это действительно современный дизайн это в этом телефоне использованы современные технологии это большой экран 7 дюймовый устойчивый к царапинам это удобная подставка регулируемая и соответственно камера сюда мне кажется вполне элегантно подходит и не портит ее внешний вид в первую очередь это дизайн Ялинк заботится о своих пользователях Ялинк постоянно проводит какие-то опросы собирает мнения и старается эти отзывы учитывать в своих решениях в том числе в новой линейке есть возможность для удобства пользователя есть возможность регулировки как из самого экрана так и возможности регулировки подставки Следующая ключевая особенность это действительно хорошее качество изображения поддерживается изображение HD о шторке я уже рассказывал в первую очередь это конечно качество еще раз и еще раз повторюсь и буду говорить что у Ялинка качество на первом месте это наверное основная параметра по которому Ялинку удалось достигнуть таких хороших результатов по продаже Немаловажное и очень важное преимущество среди конкурентов и особенность это качество звука О звуке Ялинк думает достаточно много и постоянно его улучшает в новой линейке используется всенаправленный микрофон который захватывает на 360 градусов это хороший динамик громкой связи я знаю некоторых моделей Ялинка которые уже сняты из производства был такой решок были некоторые проблемы с качеством именно динамик громкой связи Ялинк знал об этом и собственно было в линейке это все исправлено и работает достаточно хорошо ну и соответственно поддержка новых кодеков кодека популярного о котором мы уже сегодня говорили и соответственно поддержка широкополосных кодеков G722 Немаловажным преимуществом нашего телефона телефона Ялинк это возможность сбора трехсторонней видеоконференции это действительно удобно и это работает очень качественно то есть на своем телефоне вы можете устроить небольшую конференцию для трех участников со своими коллегами и кроме того если нужно подключить больше пользователей к конференции вы можете пригласить еще двух участников по аудио Ялинк делает насколько вы знаете Ялинк еще в этом году выпустил новые модели аппаратных решений для видеоконференции Ялинк очень много думает и делает именно для видеоконференции это в том числе отродилось в наших телефонах в телефонах новой линейки P5 можно легко управлять раскладками буквально одним касанием этим движением делать экран больше для говорящего в данный момент сотрудника видеоконференции это действительно удобное быстрое управление внутри конференции также одним из важных преимуществ новой линейки это конечно платформа контроль на версию я уже сказал это версия 5.1 на телефоне уже имеются предустановленные предустановленные приложения такие как почта календарь вы можете прослушивать записи прямо непосредственно с телефона предварительно соответственно подключив USB накопитель к телефону для записи разговора в телефоне уже строен браузер и есть возможность непосредственно с телефона прослушивать голосовую почту про сторонние предложения я также уже сказал но вот еще раз повторюсь что их можно установить только через права диннистратора то есть обычные пользователи которые вы поставите которые будут это использовать эти функции не доступны в силу соответственно ряда причин которые озвучил ранее телефоны поддерживают bluetooth уже сразу то есть никаких данных не нужно это также одно из ключевых преимуществ телефона в поддержке bluetooth гарнитуры и кроме того есть возможность синхронизации контакта с вашим смартфоном например теперь вы можете на на этой линейке телефонов осуществлять вызовы например через исходящие вызовы через ваше мобильное устройство в принципе как исходящие так и входящие это действительно удобно то есть у вас телефон все время лежит на столе например на зарядке и все исходящие вызовы с мобильного телефона вы осуществляете через ваш на столе телефон вижу вопрос от Сергея по поводу записи я думаю что да давайте проверим не готовы сказать никаких скажем так причин против даже все на все проходит через телефон это одно из важных преимуществ следующее преимущество это Wi-Fi почему стал так востребован все таки мы не стоим на месте время движется вперед и мир начинает сбавляться от проводов и во многих офисах люди уже ну в небольших офисах например до 10 человек сотрудники используют ноутбуки ноутбуки подключаются по Wi-Fi к интернету и чтобы не тянуть лишних проводов есть возможность использовать подстольный телефон подключать его подключать его в Wi-Fi сети но есть один важный момент Wi-Fi поддерживает стандарты 2,4 ГГц как минимум в Москве по моему опыту в больших бизнес-центрах эти частоты очень сильно заняты очень забиты поэтому для для корректной работы этих устройств я советую обратить пристальное внимание особое внимание к настройке сети Wi-Fi потому что дабы голос не квакал и было хорошее качество голоса и видео нужно правильно настраивать свои Wi-Fi сети потому что у нас уже был такой опыт жаловались на плохие телефоны ялинг то что они плохо работают но все таки это телефоны ялинг зачастую работают хорошо часто возникает проблема с передачей данных прошу обратить на это внимание не мало важным имущество теперь является возможность подключения USB гарнитур напрямую к телефону на сколько вы знаете предыдущие наши линейки поддерживали гарнитуры только с разъемом G9 сейчас можно подключать USB гарнитуры это на мой взгляд очень важно при виде такого обилия различных гарнитур USB теперь вы сможете использовать там свою любимую например непосредственно с нашим телефоном телефонами олимпиады серии ну и крайнее скажем так мы последнее преимущество которое я выделил в своем рассказе это конечно же возможность подключения модуля расширения теперь этот модуль стал цветным экраном можно подключить до трех модулей одновременно к одному телефону но прошу учесть что при подключении больше одного модуля понадобится дополнительное питание к телефону и опять же на сегодняшний день в линейке Ялинк я на самом-то даже не уверен насчет наших конкурентов в линейке Ялинк теперь есть телефон с поддержкой видео и одновременно с поддержкой модуля расширения некоторым это действительно важно например для установки руководителям которые либо следят за работой за звонками своих коллег используя ЛФ либо это удобно опять же руководителям для возможности быстрого набора тех или иных сотрудников это что касается основных ключевых преимуществ если какие-то вопросы у вас появились по по этой линейке можно их задавать сейчас в конце моей презентации опять же повторюсь что я надеюсь в мае мы получим по плану в мае получить первые образцы опять же вы сможете наши партнеры смогут их бесплатно протестировать у нас мы предоставляем даем возможность бесплатное тестирование сможете сами посмотреть потрогать и может быть дать нам потом какую-нибудь обратную связь по вашим ощущениям нам очень важно получать от вас фидбэки по работе с телефоном Сергей если возможно буквально сейчас последние последние пару слайдов и мы разберем ваши вопросы не успеваем все читать важный важная новость на мой взгляд Ялинг очень сильно снизил цену на модель D40B сейчас скажем так рекомендованная цена производителя розничная на эту модель чуть ниже 5000 рублей Собственно какая основная идея и почему снизилась цена на эту модель в первую очередь мы хотим мы Ялинг хотим показать больше возможностей для наших пользователей не секрет что наверное самые популярные модели на нашем рынке это самые дешевые но самые дешевые телефоны обладают все-таки несколько ограниченным функционалом скажем так телефон 40p это скажем так младшая модель четвертой линейки и теперь он стал более доступным и теперь наши пользователи смогут больше ощутить все преимущества работы как все преимущества как сип-телефонии так и в принципе вот эти дополнительные возможности этого телефона и опять же четвертая линейка в своем дизайне стала более доступна для наших пользователей всем советую попробовать тем более у нас есть теперь больше возможностей чтобы это сделать на этом все готов ответить на вопросы если таковые есть в любом случае все вопросы готов обсудить по почте она указана итак я смотрю завязалась дискуссия по поводу вай-фай сергей тут наверное с вами немножко соглашусь по поводу вай-фай в рак телефоне это правда потому что по нашему опыту не все например имеют штате системного администратора хорошего либо вообще какого-то и не все могут правильно настроить но все-таки мы чувствуем мы чувствуем возросшую потребность мы стали получать больше запросов именно об использовании вай-фай и у меня также есть опыт внедрения таких решений достаточно крупные компании где к этому относились серьезно и там телефоны на вай-фай работают замечательно все зависит от настроек это тема тема для обсуждения тема для дискуссии но опять же теперь у нас есть возможность все это попробовать вот комментарии от Игоря знаете телефоны Ялинк работают замечательно как и с эстрийском так и с Ястаром и мы протестировались с множеством скажем так сик платформ об опусе об опусе да тогда да тогда я ему опустил ну ладно друзья вижу вопросов вас больше нет спасибо большое что пришли я надеюсь внес некую ясность в нашу новую линейку в нашу новую линейку продуктов ждем ваших вопросов ждем ваших фидбэков собственно на этом откланиваюсь до новых встреч всем пока Виталий цена на тест строковой уже изменилась она изменилась в прошлой неделе поэтому тест строковой доступен по новой цене уже сейчас ну все всем спасибо до скорых встреч